Всем привет, господа! С вами снова Мистер Чейзер, и я снова продолжаю проходить игрушку под названием GameDev Tycoon. И, скорее всего, это уже последнее видео, потому что я, если честно, даже и не знаю, что тут еще можно сделать. На самом деле, нет, в принципе, как бы можно чем-то еще заняться и что-то еще сделать, но... Как бы вам так правильно сказать, в принципе, здесь уже себя все исчерпало. Так что мы, наверное, сейчас займемся тем, что я хотел делать давно. Это создание собственного движка, последнего, скажем так, который будет все в себя, скажем так, собирать. Так, Easy Engine 8. Ну что ж, 2D графика версии 3, 3D графика последней версии. И 6-й, наверное, оставим еще. Так, и может быть даже 5-й. Чисто пусть будет для стратегии. Хотя, блин, зачем? Ну, может быть, сейчас стратегию сделаем, распопулярный жанр. Хотя он, скорее всего, сейчас уже уйдет. Поддержки ММО всякие там сейчас делаем. Прохождение, поддержка Oculus'а и так далее. Сейчас движок, вон, больше 5 лямов. Оркестровый саундтрек. 5,1 миллион движок. Неплохо, да? А если сейчас сюда еще вот эти все 3D версии подобавлять? 5,5 миллиона. Максимум просто вложили в движок. Денег, кстати, немерено много. И, собственно, выставка, для которой надо было, наверное, какую-то игру делать. Но, ладно, похер. Будем продвигать собственную консоль. Как-то так. Пришло миллион 807 тысяч человек. Ни хрена себе. Сейчас должны продажи консолей чуть-чуть повыситься. Ну, да, так и есть. Ну, правда, совсем чуть-чуть, но... Неважно. Ох, игра уже так виснет жестко просто. Из-за того, что куча-куча-куча всего происходит на экране. Сильно большая загрузка. На мой бедный, блин, ноутбук слабенький. Так, тут что, с бюджет 3 миллиона месяца? А зачем? Ну, кроме как, собственно, выставки, я не знаю, что еще тут делать. Пусть занимаются этим делом. А так, в принципе, уже заканчивать будем сейчас. Сделаем я... Я вот думал, что... Прежде чем закончить данное прохождение, я думал сделать еще хотя бы одну игрушку 10 из 10 и одну ММО. Вот этим, думаю, мы сегодня и займемся. Ну, а пока наши ребята делают движок, я вам предлагаю обратиться к плейлисту прохождения Gamers Go Makers, которая является, скажем так, идейной наследницей GameDevTycoon, и которая намного-намного лучше и намного продуманнее, чем GameDevTycoon. Ну, посмотрите, то прохождение тоже, оно выдалось достаточно крутым. Хоть и тоже в каком-то плане неоконченным, потому что... Ну, потому что... Так, давайте уберем эту фигню. Потому что игру, к сожалению, разработчик бросил и не доделал. Вот это вот, немножко печаль. Так, что там с музыкой в игре? Вроде нормальная. Хромкость должна быть. А то что-то как-то совсем тихое, мне кажется. Вон, у меня даже это видео подвисает, вы, наверное, это видите. Все повисло. А, не, отвисло. Ну, то есть, да, как бы нагрузка прям бешеная, на самом деле, на бомбу и бедненькие. Так. Надеюсь, эти настройки сейчас порименятся. Я тут немножко изменил настройки, еще хуже сделал графику. Ну, то есть, качество видео. Ну, ладно, движок готов. Давайте сделаем новую игру. Большую ММО. Тематика. Вот это, кстати, интересно. Потому что всяческую сейчас можно ММО и РПГ сделать. Стандартную, знаете, такую, типа, пират или вот научная фантастика. Давайте научная фантастика. Ролевые. Хотя, может быть, экшен. Да, научная фантастика и экшен преосходно зачитаются. Для... Изи-бокса, для всех. На нашем мега-изи-энжин-возе. Так, там нормально работает. Ну, я надеюсь, настройки применяются в OBS. Так, и назовем ее... Например... Если это научная фантастика, то, наверное, какой-то Galaxy Star. ММО. Я не знаю. Ну, пусть будет так, чисто по приколу. Так, если это у нас... Научная фантастика экшен. То и графуни должен быть на уровне. Сейчас какой-то Black Desert свою заделаем. Ну, и заодно вам покажу, как тут ММОшки работают. Ну, может, мало ли, может быть, кто-то в GameDevTech не играл, не знает. Как здесь работает ММО. Так, сюжет квесты. Давай, хотя бы, чтобы 85 было. Движок 94. Онлайн мультиплеер, блин, его нет. Его нет. Ладно, пусть будет онлайн мультиплеер. Это что у нас? Движок, да? Давай сохранение просто уберем. Или давай лучше поддержку модов уберем. Нафиг они нам нужны? Так, хорошо. Геймплей 70. Ну, в принципе, да. Ну, Oculus нафиг не нужен в этот... Господи, как оно называется? В ММО. Так. Кармак. Движок, естественно. Геймплей Джозеф. Сюжет квеста и Херера. Поехали, ребят. Это у нас ММО экшен. Можно даже сказать, какая-то сессионочка. Так что посмотрим, что мы сейчас делаем. Ажиотаж, кстати, попер. Блин, прикольно, когда заканчиваешь прохождение какой-то игры. Если честно, кеймплейку даже не хочется бросать. Вот серьезно. Как-то хочется даже продолжить в ней играть. Но просто игра уже на себе черпала и как-то уже... Ну, уже все. Типа, уже чем тут заняться-то, а? Так, ну тут лучше на диалоге пусть останутся. Пасхалочки уберем. Это у нас дизайн уровней, да? Ну да, пусть так и останется. Искусственный интеллект тоже пусть будет на уровне. Искусственным у нас занимается Джастин Беллч. У нас на самом деле на экшенах очень-очень хорошо все расположено. Так, я на дизайн уровней. Ну и диалоги там, да. Так, давайте бюджет чутка снизим. Правда, смысл его снижать? И так консоли не сильно уже наши продаются. Ну, как бы продается, но уже не сильно. Поэтому слишком много в ремонт люди не несут консоли. Так что все в порядке. Но он все-таки немного подвисает, да, я вижу. Видосик подвисает. Ребята, вы уж меня извините, но такой вот у меня ноутбук. К сожалению, когда уже последний этап, наверное, начинается... Последний этап игры в гейм Дев Тайкун. Начинается тоже все. Как говорится, сложно, очень сложно. Так, саундтрек тоже добавим. Очень сложно ноуту тянуть. Так, богатая... Не, хотя богатая под историей надо. Тут на самом деле все надо в дизайне мира. Но у нас мало. Вот даже не знаю, богатая предыстория сильно не добавляет. Смену дня и ночи можно убрать. Или вот так вот сделать, 89. Да, думаю, пойдет. Звук нормально, графика на уровне. Так. Дизайн мира Кевин Флинн. Херера на графику. И Мур на звук. Хотя, может, даже Кевина Флинна у него получше навыки. Поехали, парни. Создаем последние, по сути, игры уже. Еще, может быть, одну сделаем и закончим. Еще одну ААА, наверное, игру сделаем и закончим. Вот так, пока посмотрим. Хотя, подождите, на ААА игры у нас не хватает опыта, наверное. Потому что у нас, ребята-то, не прокачаны, по большому счету. А их же качать надо. Так, тут бюджет 0. Ну и, в принципе, нормально. Научная лаборатория себя уже, скажем так, немножко исчерпала. Так, ажиотаж 200. А там Е3 не было, случайно. О, через 4 недели выставка начнется. Ладно, на выставку подождем. Чтоб максимум профита получить. Так, парни, все устали, все устали. Сюжет квеста. Вот, давайте научим хотя бы пару ребят. Более-менее каким-то навыкам. Там, курсы геймдизайна попроходим. Ну, всякое такое. Так, подождем сейчас выставки. Ну, уже Изи-Бокс ни хрена не продается. Еле-еле уже. Ну ничего, сейчас выставка и... И выпускаем Кракена. Выпускаем собственную игру. Собственное ММО. Это даже гордо, наверное, как-то звучит. Под конец ММОшку выпустить. Это просто классно. Вон, ажиотаж как полетел. 521. По сути, выставка, собственно, нужна именно для этого. Новые рекорды, кстати. Значит, ММО должна быть крутой. Потому что, когда мы ставим новые рекорды, по сути, это значит то, что у нас сейчас будут какие-то хорошие оценки. Ну, по крайней мере, я так думаю. Давай-ка посмотрим, что скажут. Говно ваше ММО. Нет, смотрите, десятка. Хорош. Ну, в принципе, как я и хотел. Типа, сделать под конец игрушку 10 из 10. Ну, или 9,75 из 10. Почему нет? А, ну или 9,5. Тоже, в принципе, неплохо. Так. Кивин Клинт сделать анализ игры. Обучение. Я, правда, не знаю, чему можно обучить. Надо геймдизайна подкинуть к армаху. Опа. Сюжет квеста. Вот у нас появился чувак. Ну, не знаю, может быть, сейчас попробуем ММО какую-то сделать. Ваши ММО-тирт продажи. Обратите внимание, что многопользовательские игры отличаются от обычных. Они не только приносят доход, но и требуют затрат на сопровождение. Обслуживание серверов. Да, тут красненькое и зелененькое. То есть, ММО, по идее, может уйти в минусы. Это даже нам деньги минусовать. Такая тема может быть. Поскольку разработка ММО дорогая, вы можете почетно развивать существующую игру вместо выпуска новой. Да, можно дополнение пахнуть. Исследование. Доступное дополнение. Это мы, типа, должны еще в движок ее, что ли, закинуть? Я и так сделал бега-крутый движок. Хоре. Ну, игра, в принципе, вон, хорошо идет. Затраты, как бы, окупает. И это самое главное, наверное. Так, исследование. Давайте тематики добьем. Последние. Тут уже чуть-чуть тематик осталось. Добьем уже тематики все. Где-то там... Вот военные. Вот. Я же говорил, оно будет чуть ли не в самом конце. Вот оно, в самом конце. Реально. Ай. Реально, в самом конце была тематика военная. Вот серьезно? Словари какие-то. Так, а чему тебя можно научить? 375-512. Ну, такое себе. Давай на программирование учись. Так. Кармак тоже давай. Еще геймдизайна накинь. Если мы хотим сделать игру класса ААА, или как я ее называю, ААА, то нам надо что-то сделать с этим. Вон, фэнтези... Стоп, фэнтези вообще в самом конце. Ну, как такое возможно? Как такое возможно, а? Чтоб фэнтези была в самом конце. Ну, серьезно. А, ладно. Тематики уже дооткрываемся. Ну, это на самом деле очень много классных тематик, и реально можно делать классные игры, если знать, как их делать. Игра на самом деле очень много всего предлагает. Так, тебя давай чему-то обучим. Кто у нас вообще какой-то такой слабенький-слабенький? Джастин Вэлдж. Набрался я, если честно, ребят, которые, ну, такие себе. Ага. Очков не хватает уже. Не понял. Где наши очки исследований? Сейчас будут. Денег до хрена. 610 миллионов. Даже не за куда их тратить. Так, последняя тематика. Эволюция. Все, ребят, спасибо. До свидания. Ну, в принципе, так как-то и выглядит концовка игры. GameDev Tycoon. А вот ты выпустил ММО, которая тебе стабильно немножко денег приносит. Ты выпустил консоль, которая тоже тебе стабильно. Как это говорится, приносит доход. Потому что продается на твоей там консоли, да? Ну и все в таком духе. Ты там еще обучаешь своих ребят. Ну, а давайте сделаем... Да, а, ну можно уже дополнение делать, да? Давайте дополнение сделаем. Galaxy Star. Chosen One. Избранный. Не знаю. Иззи-бокс. Движок. Ну, конечно же, сюда. Не, не будем делать дополнение. Давайте сделаем новую игру. В стилистике AAA. Для взрослых. Война. Война никогда не меняется. Война экшен. Наконец-то я сделал собственный Call of Duty. Я так давно этого хотел. Так, экшены хорошо идут. Для взрослых так себе. Ну, это ж консоли. Типа, для взрослых хорошо на ПК сидят. Ну, ничего. Ну, естественно, как я и хотел. Call of Duty я сделаю, как-никак. Поехали. С самым крутым графоном. Маркетинговая кампания с вами периферия. А что, у нас до сих пор не было периферии? Я что-то только сейчас вспомнил это. Блин, на самом деле я еще не все открыл. До какого хрена? Кстати, заметили, да? Что потихоньку растет. Растет вот это вот содержание серверов. А, мы уже экшены делали, кстати. Ну, ладно. Это хреново. Так. Геймплей, совместное прохождение закинем еще. Ну, это игра ААА класса, поэтому здесь немножко больше всего. Здесь можно больше запихать всякого. Логично. Кстати, Galaxy Star скоро перестанет доход к Мнезе. Хотя нет, смотри, нормально пока идет. Пока в плюсе. Так, Рисепел Ригнал. Да, давай. Война. Звук. Какие сюжет квесты в войне, вы чё к... Так, рядовой Маккалин, у нас есть квест. Захватить тот вражеский дот. Получишь 3 экспы и 5 патронов. И сможешь прокачать себе навык трусость на плюс 2. Я не знаю, какие нафиг еще квесты в военном. Так, ИИ максимальный. Древо диалогов. Звучка. Нет. Давай голосовую звучку звездами сделаем. Древо диалога подберем. Так. Дизайн уровней. Можно динамическое окружение и пасхалочки запихать. Тут на самом деле, смотрите, реально доходна можно запихать всего. Так, Джастин Веллдж нас, кстати, нагружен. Давайте вот так вот сделаем. У нас тут ребята сильно грузятся. Ну, это же игра AAA класса. Давайте, кстати, еще маркетинг. Большая компания. Поехали. Нам это дело надо. Надо было, наверное, изучить сначала это. Маркетинговую компанию. То, что нам открыли, да, вот это. И сделать реально какую-то компанию. Там, не знаю, на билборде разрисовывалось. Дело так, чтобы мое видео подвисало. Ну, это последнее видео, ребята. Что-то, не знаю. Потерпите чуть-чуть. Я вижу, что слайд-шоу начинается. Но, к сожалению, ничего с этим сделать не могу. Большой стенд. Вот и все. Так, да, перегружены ребята у нас. Но ничего с этим не поделать. Графуни. Максимум звук. Нормально. Дизайн мира. Динамический мир. Не, много. Виртуальная экономика пойдет. Так. Да, по сути, у нас будут перегружены, ребят. Я никого разгрузить не могу. У меня двое перегружены. Ну, да, да. Я ничего тут не могу сделать, к сожалению. Будут перегружены у нас. Хотя. Не будут. Хорошее распределение. Обязанностями. Он, кстати, Galaxy Star MMO уже начинает минусы. Пора бы закрывать, наверное, игру. Ну, или делать дополнение какое-то для MMO. Ну, просто я уже не знаю. Надо уже как-то заканчивать. Тут, кстати, эта выставка, да. Наверное, сейчас уже 2 ляма придет. Ну, почти. Миллион девятьсот две тысячи. Сейчас там первое место, конечно же. Да, да, да. Капецом технологии. Тысяча. Я в шоке, ребят. Так же, как и от этих десяти FPS. Я тоже в шоке. Ну, ладно, заканчиваем прохождение уже. О, там Galaxy Star MMO полетела. Ну, мы же там, типа, на выставке ее показали. Наконец-то. Начала окупаться. Типа, эй, ребята, помните, у нас тут MMO еще есть? Она классная. Давайте покупайте ее. Содержание, конечно, дичайшее. Тут уже раз, два, три. Ну, вот уже месяц, грубо говоря, она не окупалась. Просто даже не окупалась. Не то, чтобы прибыль приносить, она даже не окупалась. Минус удавила. По большому-то счету. Капец. А видео, кстати, до сих пор висит. Я просто вижу это сейчас в бейсе. Ребят, не думайте, что вот у вас такая проблемка. Я вижу, висит. Так, ладно, заканчиваем. Здесь тут новые рекорды. Просто, как бы, я вижу, что видео висит. И я ничего с этим не могу поделать. Просто ноут, я говорю, уже не тянет. К сожалению. Видите, какой ноут? Самый простенький, как говорится, взял. Вот и все. Ну-ка, глянем. Сейчас такой там... А, отсылка вообще говно. Выпустил ААА игру, называется. Лучше б не выпускал. Ну, просто у нас нет этих ребят, которые специализируются в этих областях, да. Мостолько вот ХРР, там сюжет квесты, да, и все. То есть, вот в этом проблема. Если вы хотите делать ААА игры в гейме в Тайконе, то нужно делать их именно с людьми, которые специализируются в каких-то областях. В этом прикол. Ну, это, как говорится, такая себе фигня. Это надо быстрее играть. Намного быстрее, чем я. Так, и сейчас, наверное, сделаем дополнение и закончим. И, кстати, можно приступить к новой консоли. Еще более мощнее сделать. Ну, типа, продолжение. Но мы этим, конечно, заниматься не будем. Да почему нельзя отменить? А, ладно, мы, наверное, дополнением... Как это сказать? Справимся своими силами. Так, где у нас тут? Чау, зен, ван. Сделаем средненькое дополнение. А, мало или среднее. Ну, ладно, я понял. Как говорится, справимся без кармака. Который тоже мега уставший. Движком он тупо не работает. Движком он покер. Он там занимается анализом игры. Можешь срать. Казуально я там сейчас в моде. Ну, просто, видите, я мемошку уже не окупаюсь. Ее надо уже, как говорится, снимать с продаж. Кармак все уже сдох. Как говорится. Сейчас такое себе будет дополнение, чувствую. Просто кармак у нас, он очень медленный, я помню. Ну, скилл, скорость как бы влияет вот как раз таки на вот эту фигню. Чтоб он долго не думал, не чесал себе репу. А занимался тем, чем надо. Впрочем, ничего нового. Я понял. Давайте-то доделаем игру. Точнее, дополнение. Кармака отправим в отпуск. Капец, игра уже там в минус идет. Видите, мемошка тупо в минус идет. Сейчас, конечно же, может быть, дополнение что-то исправит, но... Долго от этого. Мемошку надо уже, как сказать, закрывать. То есть, когда она начинает уходить в минус, делаешь дополнение. А потом закрываешь ее. Ну, или живешь на стендах и в минус уходишь постоянно. Не знаю. В принципе, по-разному можно. Ну, в принципе, вот как-то так. Какая-то такая вот игра получилась. GameDevTycoon. Достаточно клевая. Хотелось бы увидеть какую-то GameDevTycoon 2. Но на самом деле, GameDevTycoon 2 есть. Видите, Gamer's GoMakers, так и говорил. Как раз таки, Gamer's GoMakers это и есть удачное продолжение. Прям очень удачное продолжение. Ну, дополнение, да, такое себе. Ну, а так, в принципе, давайте на этом моменте закончим данное видео и данное прохождение. Спасибо всем большое за то, что смотрели. За то, что, может быть, переживали за судьбу моей компании. Переживали, попаду ли я в топ-1 на выставке E3 тут и так далее, и тому подобное. Компания Easy Software стала мега успешной. Получила награду за выставку лет и вклад в игровую индустрию. Стабильно практически 2 миллиона приходит на выставку. Имеет 2 миллиона фанатов, кучу денег. И в прошлом видео вы видели мои результаты. Данной компании 35-летней. Поэтому можете в комментах писать свои результаты. Ну, а пока что на этом все, господа. Даже не знаю, какие-то периферии, а там еще, я помню, было. Только я не знаю, где ее смотреть. Я бы хотел бы какую-то периферию. А, ну, наверное, периферия в плане... Когда ты выпускаешь собственную консоль. А, ну, давайте глянем. Тут вариант, типа, как Xbox, что ли. Ну, да, прикольно, новые варианты появились. Сейчас. Я просто постараюсь вспомнить, что там да как. Консоль на 2D графике. Ну, нафиг надо. А, нет, там... Просто разрабатываем на концу. А где эти периферии, я не помню. Вот серьезно. Я знаю, что там вроде как есть возможность этой периферии. Но я не помню. Ладно, как будто ни было. Спасибо, господа, всем, что смотрели данное прохождение. Еще раз. Заходите смотреть прохождение Game... Gamers Go Makers, которое есть на канале. Ну, а также по вашим советам, возможно, и зацени игрушку под названием... Mad Games Tycoon. Который мне много раз советовали посмотреть. Возможно, заценю. Ну, а на этом все. Делаем последний сейв. Всем удачи. Всем пока. Заходите в группу ВКонтакте. И в плейлисты. Смотрите другие прохождения. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Еще увидимся.